Работа с обращением граждан в администрации Хасаевтовского района считается самой главной. Вчера этот вопрос был обсужден на совещании района Актива. В работе совещания приняли участие аппараты администрации, руководители структурного подразделения и главы сельских поселений. В его совещании первый заместил глава администрации района Загиргадзиш Баташев. С информацией по вопросу повестки дня о работе с обращением граждан в администрации Хасаевтовского района за 2017 год выступила начальник отдела по работе с обращениями граждан и делопроизводства Маржан Ахмедова. В докладе было отмечено, что в течение 2017 года в администрацию района поступило около 1500 письменных и устнообращений. По сравнению с 2016 годом количество письменных обращений возросло более чем на 200. Увеличение количества обращений по многому связано с реформами ЖКХ, выделением земельных участков под жилищное строительство и для создания личных пособных хозяйств КФХ, СПК и ЛПХ и другие. Уважаемые президенты, уважаемые коллеги. Администрация муниципального образования Хасаевтовский район рассматривает работу с обращениями граждан как один из важнейших участков деятельности муниципальной власти. Составную часть государственной системы защиты прав человека и формирования условий для реализации принципа открытости власти. Данная работа ведется в соответствии с действующими федеральными, республиканскими и муниципальными нормативными правовыми актами. Федеральный закон 59 от 2 мая 2005 года регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации, закрепленного за ним Конституцией и государства. Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления устанавливает порядок рассмотрения обращений должностными лицами. Предусмотренные настоящим законом правила являются одним из важнейших рычагов взаимодействия органов власти с населением. Работа с обращениями граждан позволяет не только решать вопросы жителей, но и получать оперативную информацию о наиболее актуальных проблемах муниципального хозяйства. Письма и обращения граждан – это реальный источник информации из мест, способствующих укреплению связей населения и власти. А местными органами дают возможность ориентироваться в проблемах и находить пути их успешного решения. Работу с письменными и устными обращениями граждан осуществляет отдел по работе с обращениями граждан и делопроизводства администрации муниципального района по структуре, замкающейся на управление делами. Обращения граждан регистрируются в системе единого электронного документа оборота и в журналах учета в день его поступления. Сведения, содержащиеся в обращениях граждан, не подвержат разглашению должностными лицами. Запрещается снимать копии без разрешения руководителя. Письма, поступившие из вышестоящих организаций, докладываются главе района. Обращение граждан на рассмотрение направляется не позднее трех дней со дня регистрации. Согласно Федерального закона номер 59 рассматривается 30-дневный срок со дня его регистрации. При необходимости проведения дополнительных проверок или возникновения вновь открывшихся обстоятельств, срок может быть продлен еще на 30 дней. Исполнителям установленные сроки закона предоставляются информации о выполнении поручений с проложением первичного материала. Исполненными считаются те материалы, по которым рассмотрены все поставленные в них вопросы, выполненные все поручения руководителя и авторам даны исчерпывающие ответы. Основными направлениями работы с письменными и услыми обращениями являются рассмотрение письменных обращений, направленных непосредственно на имя главы района или заместителей, в том числе по единой системе электронного документа оборота и электронной почты. Организация личного приема граждан главой, заместителями и главой администрации района, управляющего делами, которые ведутся об установленные и доведенные до сведения граждан, дни и часы приема. Рассмотрение заявлений граждан, поступающих из вышестоящих организаций. В течение 2017 года в администрацию поступило 1475 письменных и устных обращений. По сравнению с 2016 годом количество письменных обращений возросло более чем на 200 человек. Увеличение количества обращений во многом связано с реформами в ЖКХ по вопросам выделения земельных участков по жилищное строительство и для создания личных подсобных хозяйств. Помимо этого граждане получили возможность обращаться в государственные органы и к руководителям разных уровней, посредством интернет-приемных, а также информационными каналами общего пользования. Сравнительные данные о количестве и характере вопросов, поступающих в 2017 году, следующие. По вопросу выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 370 обращений. В аренду под КФХ и прочие 330. Оказание материальной помощи 2 человека и трудоустроенное 4 человека. Для сравнения, за этот год в период в 2016 году к руководству района обратилось 1247 человек. И это говорит о том, что общее количество обратившихся увеличилось более чем на 200 человек. Что дает основание говорить о возрастании у населения района доверия к власти. За анализируемый период в администрацию ВМО Хацертовский район из Управления президента Российской Федерации по работе с обращением граждан и организаций, из администрации главы и правительства Республики Дагестан и через другие органы власти поступило 535 обращений против 142 в 2016 году. Из поступивших и зарегистрированных в 2017 году обращений положительно решены и даны разъяснения 957 обратившихся против 646 в 2016 году. Из статистики вытекает, что число обращений по вопросам землепользования и предоставления земельных участков с каждым годом должно стоять. Это и просьба и разъяснение правил предоставления и оформления земельных участков для различных пользования. По каждому такому обращению даны исчерпывающие ответы и консультации начальникам имущественных отношений и юридическим отделам. Вопросы, связанные с соблюдением законности и порядка, как обычно проверяется с выездом на место, с участием главы местной администрации и административной комиссии муниципального района. Для усиления работы с обращениями граждан по инициативе главы Республики Дагестан с 2016 года были составлены графики ежемесячных выездных приемов граждан руководством правительства Республики Дагестан и администрации главы правительства. В муниципальное образование Хасоветовский район в 2017 году выездные приемы прошли на высоком организационном уровне. Обратившимся, а их было более 55 человек, даны объективные ответы на их обращение, а большинство из них лишены на месте. Из сел района за отчетный период непосредственно главе района поступило более 100 письменных обращений, а также на приеме у главы района были более 10 делегаций из сельских поселений, таких как Новый Костык, Эндерей, Муцалаву, Батайюк, Кандал-Раул и другие. По-прежнему большинство авторов писем из населенных пунктов района обращаются непосредственно к главе муниципального района, надеясь на решение существующих проблем, которые не всегда находят разрешение на местах. Главой муниципального образования Хасоветовский район Джамбулатен Салаву не оставлено без внимания ни одно обращение жителей района, поступившие по интересующим их вопросам, а также оказанным помощью. Глава района в работе с обращениями граждан особое внимание уделяет встрече с активами поселений, делегациям революционных общин и молодежи района. В районе есть и такие населенные пункты, где жители одним и тем же вопросом неоднократно обращаются в вышестоящие органы власти. Это жители селения Солнечное, Куруш, Маглёвское, Новый Костык, Оксу, Отар, Бутайюк, Костык и другие. После неоднократных разъяснений данных им по сути вопроса, авторы обращения наконец-то начинают понимать, что этот вопрос должен быть разрешен именно на уровне местной администрации, а в некоторых случаях в администрации района. В рамках празднования 16-летия партии «Единая Россия» 1 декабря 2017 года Джамблат Салавов провел личный прием граждан. Делегация жителей села Муцалау обратилась по вопросу благоустройства села и строительства социальных объектов, где главой были приняты в сведении все проблемы и пожилания жителей. Следует отметить, что в этот день глава района принял и рассмотрел обращения в более 12 гражданах, которые касались вопроса развития инфраструктуры поселений, социального обеспечения здравоохранения и сферы ЖКХ. Завершая свой отчет, я снова хочу подчеркнуть, что некоторые главы сельских потерений Работу с обращениями граждан пустили на самотек. В администрациях не выучен график приема граждан, а где они есть, нарушаются. Хотелось бы рекомендовать главам сельских поселений, чтобы они более внимательно относились к проблемам своих жителей. Нам всем надо понять, что именно своевременное рассмотрение и обсуждение имеющихся в селе недостатков, поиск путей решения и их разрешения – главная задача в работе администрации района. В премии по докладу выступили начальник районного управления образования Абдула Абдулаев, который отметил, что предусмотрены настоящим законом правила являются одним из важнейших рычагов взаимодействия органов власти с населением. Работа с обращением граждан позволяет не только решать вопросы жителей, но и получать оперативные информации о наиболее актуальных проблемах в учреждениях образования. В приеме обращений граждан орган местного самоуправления является реализацией конституционных прав. Руководитель любого ранга должен принять все милиции для эффективного и результативного разрешения тех вопросов, обратившихся к гражданам. Одной из главных задач в переорганизации работы с обращением граждан является принятие милиции по недопущению фактов нарушения строку рассмотрения обращений, усиления требовательских исполнителей и ответственности всех должностных лиц за соблюдение порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов. Ежегодно отмечается увеличение количества 100 тысяч обращений граждан районного управления образованием и через администрацию района и через отдел обращений граждан. Это связано с возрочным измерением как законодательства, так и нормативным правовым положением отрасли образования. Основными вопросами обращений граждан районного управления образованием и образовательного учреждения эти вопросы трудоустройство, приема дошкольного образовательного учреждения детей, приема детей в группе кратковременного пребывания, для получения дошкольного образовательного стандарта, приема образовательных учреждений по вопросам включения базы введения государственного экзамена и многие другие. При районном управлении образования определены дни приема граждан, разработано положение приема граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. Каждый понедельник проводится рабочее совещание аппарата районного управления образования, где помимо основной работы отслеживается количество и качество приема граждан специалистами управления образованием. На сайте районного управления образования ежедневно обновляется информация о продлённой работе, а также в связи с подготовкой единого государственного экзамена, положениями и порядок проведения единого государственного экзамена и требованиями, предъявляемых во время экзаменов, сроки подачи документов, выбора предметов и т.д. Для более качественной и оперативной донесения для населения изменений, касающихся по части образования, проводим встречи с родителями в массовых аудиториях, с привлечением специалистов. Управление образовательных учреждений доводит информацию через административный комитет, что сокращает обращение граждан как в администрации, ревно таки в районном управлении образования. Согласно приказу Министра Миноборнауки Российской Федерации от 22 января 2014 года, номер 32, утверждён новый порядок приёма граждан на обучение образовательных учреждений общего и среднего образования. и в уставе каждого образовательного учреждения указан порядок обращений к приему граждан и на официальном сайте образовательного учреждения размещен в расширенном виде. Проводим в семинаре совещание по обучению персоналу по направлению культуры приема и о соблюдении этических нормы к обращению граждан, что является одним из важнейших элементов обращений с посетителем. Особо хочу обратиться к молодым руководителям. Авторитет вашей работы и стабильность района зависит именно от того, как вы относитесь к приему граждан. И ваше отношение к ним. От правильно поставленной организованной работы к обращениям граждан к каждому структурному подразделению мы достигаем большой степени уважения и доверия населения к руководству района, так и руководству Республики Дагестан. И с целью достижения доверия к властям, верия в завтрашний день и стабильность района, каждый руководитель должен знать, что он является менеджером от народа, то есть реализатором идеи населения. Спасибо. Заместитель начальника управления социальной защиты населения района Махтебек Махтебеку отметил, что, как и в администрации муниципального района, и в отделах рассматривает работу с обращением граждан как один из важнейших участков деятельности муниципальной власти, составной участок государственной системы защиты прав человека и формирование условий для реализации принципа открытости власти. Уважаемые коллеги, работа с обращениями граждан в Управление социальной защиты населения Хассиротовского района ведется в соответствии со статьей 53 Конституции Российской Федерации федеральным законом за номером 59 2 мая 2006 года о порядке рассмотрения граждан Российской Федерации в виде устных и письменных предложений. Вопросы, указанные в обращениях, относящиеся к архитектуре к Управлению социальной защиты населения, направляются в отделы для изучения, рассмотрения и принятия по ним решений. Работа с обращениями граждан в Управлении основывается на принципах гласности и открытости. Информация о фактическом адресе Управления, контактных телефонов, порядке и сроках рассмотрения обращений и времени личного приема начальникам Управления размещается на официальном сайте Управления в информационно-телеволюционной сети интернет и в помещениях на информационных стендах. Устные обращения граждан рассматриваются на личном приеме. Личный прием граждан осуществляется начальником Управления, заместителями начальника Управления и начальниками отделов УЦЗС. Информация о месте приема, а также об установлении для приема дня и часа доводится до среднего, через граждан, через информационные стенды и через средства массовой информации района. При личном приеме гражданин предъявляет документ, доставляющий его личность. Специалист, осуществляющий прием, выслушав устное обращение, гражданина, изучив представленный документ, дает соответствующее разъяснение. В случае, если обращение содержится в вопросе, решение которых не входит в компетенцию управления социальной защитой населения, гражданин дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. За 2017 год в управление поступило более 1088 обращений от граждан Хосрётовского района, в том числе 990 устных и 98 письменных. По категории обратившихся граждан наиболее количество составляет обращения по вопросам улучшения жилищно-бытовых условий согласно постановлению правительства Республики Дагестан за номер 348 о порядке и форме предоставления безвознанной субсидии на приобретение жилья ветеранам и инновациям. Состоящим на учете до 1 января 2005 года. Таких у нас письменных обращений было 69. По всем этим обращениям даны соответствующие письменные ответы. И эти обращения рассмотрены, что и управление, и доведены до этого труда. Было обращение также от участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Их интересовали в основном вопрос выплаты возмещения вреда здоровья, обеспечения расходов и предоставления отдельных мер социальной поддержки. Таких обращений у нас было 8. Эти обращения тоже рассмотрены и решены положительно. В связи с теми изменений, статью 36 федерального закона об образовании Российской Федерации, согласно которому изменен порядок назначения студентам государственной стациональной стипендии, у СЗМ поступило 84 обращения. Если ранее студентам, если они являются малым имущим семьям, просто выдавалась справка, теперь форма и порядок изменен, и только лишь те семьи, которые получают какие-то выплаты через социальные учреждения, либо комиссионный фонд, либо управление, какие-либо выплаты получают только эти категории. Мы тоже в письменном виде разъясняем и доводим на население эту информацию. В отделе ветеранов тоже у нас было два письменных обращения, в связи с отказом присвоения звания ветерана труда. Заявителям было дано письменное разъяснение, что им представленные документы не соответствуют требованиям положения о порядке и условиях присвоения звания ветерана труда, и им дана консультация, что им необходимо сделать, как они должны обратиться в суд и через суд решить свои проблемы. Также в отдел поступали обращения от реабилитированных граждан с просьбой дать консультацию по вопросу о порядке и компенсации за проезд на железнодороженном транспорте один раз в год. Таких обращений было 9 граждан. Таким гражданам тоже доведена информация, что в связи с монетизацией льгот, им эти все льготы заменены в ежемесячную денежную выплату. Также у нас в отделе по вопросам предоставления мест социальной поддержки по оплате нового помещения комбинарных услуг за 2017 год поступило 186 обращений. Из них письменно 34 и 152 устно. Обращаются граждане, состоящие на учете, как получатели ЕДВ по ЖКО, это реабилитированные граждане, многодетные семьи, работники села, это культработники, соцработники, ветеробоработники. В основном их обращения носят характер невыплаты и с отсутствием финансирования. Мы разъясняем, что по мере поступления средств все средства будут доведены, до них в полную меру они получат эти средства. И вот буквально пару недель назад многие получатели перед этим получателем для должности погашены. По мере поступления остальных средств мы им в письменном виде ехали к прокуратуре и информируем, что эти меры социальных поддержек тоже обязательно будут перед этим населением выполнены. Также реабилитированные лицам, в большей меморренности мы даем рекомендацию переоформить выплаты на федеральную категорию, так как федеральная финансирование производится ежемесячно. И следить с принятием закона Республики Дагестан с 5 мая 2017 года, в которой внесены изменения, что если ранее реабилитированные лица получали 50% в льготу на всю семью, то с изменением они получать будут в год только на сами в себя. Это, конечно, не ущемляет их права. Им, конечно, лучше будет перейти на федеральный выплат, когда наносит федеральный характер, и ежемесячно по этим выплатам задержек не бывает. И многие реабилитированные лица, исходя из наших разъяснений, переходят на данную выплату. По тематике поднимаемых вопросов, наиболее количество обращений поступало в отдел детских пособий. Это вопрос увеличения размера детских пособий, продления сроков выплаты по уходу от 1,5 до 3 лет. В общем, в отдел поступило за 2017 год более 270 обращений. На основании постановления 2015 года, мы с 1 апреля, те граждане, которые не представили сведения о доходах, мы по ним тоже закрываем дела. И в основном этот характер, почему закрыли обращение, мы тоже доводим уведомлениями, письмами, что им необходимо представить все необходимые документы. В отдел по делам семьи и детей, тоже за отчетный период, если у нас будет обратилось более 110 граждан, их обращение касается в основном вопросов о мерах социальной поддержки многодетным семьям. Это касательно, мы в основном детского подпитания, что касается нас и совместной работы с ТМО. Мы орган, выдающий именно, чтобы вы тоже знали, главу тоже звонит по этому вопросу, что мы даем только статус о том, что эта семья имеет право на получение питания, молочного питания. А само питание тоже предикатива Центрального медицинского объединения. Мы направляем их туда, он там тоже решает, по-моему, эти вопросы на контроле его, на куривающего заместителя. Анализуемый результат рассмотрения можно сделать, что ни одно обращение гражданина, устное или письменное, не осталось без внимания или ответа. Среди общего количества обращений граждан, в том числе и из поступающих, от состоящих организаций, жалоб на необоснованное принятие решений не поступало. Также у нас в ближайшее время будет утвержден гравит выездов. Начальник управления, заместитель руководитель, начальники отделов будут сейчас с марта месяца выезжать в населенные пункты, сведения глав. Будем проводить прием граждан по всем интересующим вопросам социального обеспечения граждан. Эту работу тоже в ближайшее время планируем проводить. На некоторых моментах обсуждаемого вопроса остановился и Загир Гаджевич Баташа, первый заместитель главы администрации Хасайюртовского района. Итого по данному вопросу я хотел заострить ваше внимание главу всех руководителей структурного подразделения. Мы все знаем, что качество, лучшие качества руководителей это услышать любого человека, который к нему попадает на прием или внимательно прочитать то заявление, которое человек письменно предоставил. И хочу сказать, это не одолжение кому-то, это мы исполняем свою работу, это одна из основных функций нашей работы. Очень много вопросов бывает, когда глава на месте принимает или руководитель подразделения, обратившись, ему разъясняют, внимательно услышали его просьбы. И человек успокаивается, понимает. Конечно, мы всем, всем во всем помочь никогда не сможем. Но мы должны все от нас завище делать. Мы знаем свою работу, все сидят на своих местах не первый год. Как по любому вопросу, куда обратиться. Если наших сил не хватает, человеку поможет. Надо по данному вопросу выходить на высший уровень, там обречают проблемы. Людей тоже надо к людям с пониманием отнестись. Да, заботы, проблем у нас очень много. Особенно жалобы бывают по дорогам, по газификации, по электроэнергии, электроснабжению. Вот надо быть внимательным. Еще раз попрошу всех, чтобы на этом заострить внимание. Хочу сказать спасибо за работу по обращению с гражданами и Маржанат, и Акау Акау, и Султана Асякова. Работа ведется на уровне. Добейтесь того, чтобы вами принимаемый человек, хотя бы некоторые из них в часть пришли к вам, сказали спасибо. С проектом постановления Актив ознакомил управляющий делами администрации района Мусим Али Султанов. Заслушав и отсюда информацию начальника отдела по работе с обращениями граждан дел производства, а также учитывая предложения структурных подразделений администрации пожеланий граждан, глава муниципального района постановляет отчет по работе с обращениями граждан муниципального образования Советский район за 2017 год, отдела по работе с обращениями граждан делопроизводства, принятие сведений. Отдел по работе с обращениями граждан делопроизводства, усилить контроль с соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений в соответствии с федеральным законом. Систематически публиковать в районной газете «Вести» и информировать по телевидению «Айтаж» о днях и времени приема граждан. Через лица масса информации информировать население о практике работы администрации муниципального района с пищными и устными обращениями граждан. Руководителям структурных подразделений администрации района повысить ответственность своих сотрудников по рассмотрению обращений граждан, принять дополнительные меры за соблюдением требований закона об обращении граждан, практиковать рассмотрение обращений граждан с выездом на место, активизировать работу по личному приему граждан в руководителям структурных подразделений, чаще выступать в средствах массовой информации, информировать население об изменениях и нововведениях законодательных актов и вопросах правового характера. Рекомендовать главам АДССМО правилизировать деятельность аппаратов сельских администраций по вопросам работы с документами, с жалобами, с заявлениями, обращением граждан и принять действенные меры. Для изучения опыта работы с обращением граждан в муниципальных образованиях в сельский район проводить семинары с участием в структурных подразделениях и вклад с посидений. Контор исполнения, оставившим постановление возложить на руководитель атcendo аппарату, управляющий дела администрации Вторым был рассмотрен вопрос сбора налогов. Для удовольствия район поделен на зоны и из числа заместителя главы администрации района назначены кураторами. Первый заместитель главы района Загира Гаджиевич Баташев отметил хорошую работу заместителя главы Нарула Муртазалиева, которые закрыли план по сбору налогов за февраль месяц. Со слов Загира Гаджиевича, на 20 февраля сбор за первый квартал выполнен земельный на 47% и на имущественный 36%. Загир Баташев отметил главы некоторых сел, которые уже закрыли вопрос сбора налогов за первый квартал. Эти главы сел Аль-Льотар, Садовая, Новососакли, Тукита, Баралангерчу, Советская. По некоторым вопросам с разъяснениями выступила Зухра Атаева, представитель управления экономики. Я почти 20 лет работала в налоговой инспекции, сегодня здесь тоже по тем же вопросам, по тем же проблемам. Насколько поставлена проблема перед погашением задолженности, вам всем известно. У нас тут нам передали, вы уже в курсе, по муниципальным поселениям, по организациям, учреждениям и по физическим лицам. Я бы хотела несколько слов сказать и по организациям тоже, потому что здесь в организациях в основном проблемы такие разрешимые. То есть так получилось, что у вас, у всех, у многих, у друг не из вас, задолженность по одним налогам, переплата по другим налогам. Однако нам, когда представляют информацию, нашему главе дали флешку, где была представлена информация только о задолженностях. Здесь переплата не минусуется, поэтому я попрошу вас всех, чтобы вы сами с бухгалтерами занялись вот этой проблемой. Здесь некоторые бухгалтера, в частности нашей администрации, некоторых муниципальных поселений уже занимаются этим вопросом. Каждый из нас может выехать, каждый из нас может быть на каком-то задании. У всех, у многих есть сейчас карты. Имея задолженность по вашему лицевому счету, вас могут задержать в любом аэропорту или заблокировать вашу карту. Это будет неприятная история. Поэтому я попрошу вас заняться всем этим вопросом. Также на активы района были досмотрены социальные вопросы, которые требуют особого внимания. Продолжение следует...